Неблагоприятный прогноз погоды не помешал вам выглядеть в окно в виде солнца и прийти сюда. Итак, мы продолжаем прогулки по городу. Отправной точкой Ивановского экскурсионного проекта стала вокзальная площадь, а точнее памятник молодым революционерам. Провести субботний день с пользой и немного расширить знания об истории Красного Манчестера пришли более 50 человек. Прогулка интересна людям всех возрастов. Я бы хотела узнать в архитектуре города, что там заявлено в теме архитектуры периода советского 20-70-го года. В это время я еще была молодой и увидела все это своими глазами. Хотелось бы узнать, как это представлено, так сказать, с научно-архитектурной точки зрения. Михаил Юрьевич, который проводит экскурсию, мой преподаватель по философии, и его лекции мне понравились, я решил, что это будет интересно. Тем более узнать об истории нашего города получше. Экскурсию проводит профессор госуниверситета Михаил Тимофеев. Тема – советская застройка. Яркий пример конструктивизма, которым так славится Иваново – железнодорожный вокзал. Этот вокзал, когда был построен в начале 30-х годов, в седьмом по величине в Советском Союзе. И в настоящее время он является, опять же, памятником архитектуры. И в этом году предполагается его обновление. Жители города полагают, что все достопримечательности сосредоточены лишь на центральных улицах и площадях. Однако зачастую здания с богатой историей и оригинальной архитектурой прячутся на неприметных улочках. Архитектура Иваново существует не только в тех местах, которые являются лютыми. Мы пойдем по улице, по которой большая часть горожан ходит редко. Это улица Калинина и там сосредоточены здания, которые созданы в период с 20-х до 80-х годов. И некоторые были реконструированы уже в этом веке. Экскурсионный маршрут этого года получил название «Красная нить». Соединяет в себе советское и текстильное прошлые региона. Сегодня ивановцы преодолели лишь часть дистанции – от вокзала до Дворца детского и юношеского творчества. По пути экскурсовод рассказывает о примечательных строениях. Это, например, здание второго рабочего поселка на улице Фурманово. Ивановские рабочие поселки не в полной мере уникальны, поскольку строились рабочие поселки и в других городах. И в Ивановознесенской губернии, и, естественно, в других городах. То есть в Ивановской области есть похожие строения и вблизи города, в Кохме. Некоторые из них начинают сносить, некоторые производят впечатление вполне добротных домов, которые послужат еще достаточно долго. Организаторы обещают, что в течение лета еще несколько раз устроят подобные экскурсии. Актуальную информацию разместят в социальных сетях в группе проекта «Прогулки по городу». Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.